итак у нас есть вопрос от наших уважаемых радиослушателей лариса из чикаго не подписалась без фамилии вопрос как научить дочку ей 20 лет правильным манером будущей жены у нас в семье к сожалению все было наоборот скандалы и развод даже в стихах считаете да точно да скандалы и развод ну смотрите лариса если до вас дойдет мой ответ то мне бы что хотелось вам сказать во-первых похвалить вас за то что вас волнуют такие вопросы и что вы понимаете что к сожалению в своей семье примером своей семьи вы свою дочь не вдохновите но вот мы предыдущий вопрос он в какой-то мере перекликается с этим вопросом смотрите как правило дети впитывает не то о чем им говорят а то что они видят они подсознательно впитывает тот опыт родителей которые они наблюдают с раннего возраста потому что ну по разным так сказать мнением ученых кто-то говорит что вот года до пяти у ребенка впитывается и складывается основные как говорится блоки его мировоззрения жизни кто-то говорит до трех лет на самом деле смысл сводится к тому что в раннем возрасте ребенок перенимает модель жизни которая построена в этой конкретной семье и в этом конкретной в этом роду а также в этом обществе потому что ребенок скажем родившийся в россии или ребенок родившийся в чикаго это две большие разницы как говорят в одессе смотрите прежде всего вам нужно отследить те основные проблемы с которыми столкнулись вы если вы хотите быть учителем если вы хотите ну передать своей дочке благостные манеры то эти манеры должны перекликаться с вашим сознанием вы должны осознать прежде всего и проанализировать какая именно проблема привела к вашему разводу что не получилось у вашей семье ну например если вы не смогли создать дружеские отношения с мужем если у вас не было то что называется теплых любовных отношений вы не можете передать дочке сказать вот люби своего мужа вы должны в данном случае очевидно повести разговор каким-то таким образом ну к примеру вот смотри там скажем наташа тебе уже 20 лет ты уже находишься в том возрасте когда в любой момент ты можешь встретить мужчину который тебя заинтересует или тебя самое важное это создать отношения вот смотри к сожалению в нашей семье у меня с папой отношения не сложились и прежде всего я думаю потому что ну видишь ты же знаешь нашу бабушку и дедушку видишь бабушка вообще осталась одна на папа погиб дедушка погиб на фронте она была одна была и мужчина и женщиной ей не было ни до отношений ни до чего когда мама нас воспитывала мама была довольно жесткой она была и мамой и папой ты бабушку знаешь она такая и баба и мужик поэтому я не научилась как правильно создавать отношения я привыкла всю ответственность брать на себя быть и тем кто зарабатывает деньги и все вследствие этого я не научилась как создавать отношения значит и милая моя дочь самое важное ты должна понять что отношения мужчины и женщины это целая наука которую тебе надо познавать но самое важное тебе нужно научиться как быть другом прежде всего другом если у тебя к этому мужчине открыто сердце ты его любишь ты должна научиться как проявлять свою любовь потому что любовь к сожалению в нашем обществе очень часто путают со страстью вот многие особенно когда влюбляется это любовь это любовь это страсть а любовь это совершенно другое чувство которое никогда в принципе не утихает если это длительная безусловная любовь но здесь мама бы могла добавить если будет знать что безусловная любовь это очень редкий продукт в нашем обществе и встречается очень редко это утраченный продукт и вы что-то хотите сказать володя но 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 я с вами согласен я киваю головой и делаю большой глоток кофе окей так вот такая мама по-моему лариса может добавить что тебе надо учиться это самые главные знания которые девочка может понять учиться учиться и учиться и это наверное когда-нибудь володя будет там я знаю темой нашего следующего какого-то может быть передачи обязательно потому что это утраченные знания это утраченные знания которые потеряла не только лариса это знание которое потеряла наше общество цивилизация я бы даже сказать цивилизация да ведические знания называет время которое мы находимся калий юга в этот период мы их потеряли но вам лариса опять повторяю вам аплодисменты что вы так сказать вы задумываетесь об этом что вас это волнует это очень важный вопрос и ну вы найдете специалистов в любом случае если вы свяжетесь со мной я вам подскажу охотно это дорога отдельная дорога очень важная потому что я бы поставил обязательным вот в обществе если бы я был в правительстве я бы поставил так прежде чем люди женятся им обязательно надо пройти какие-то важные здания точно также как врач не имеет права прикоснуться к больному пока он не получил лицензию не закончил институт или университет точно так же человеку нельзя прикоснуться к семье возможности родить ребенка если этот человек не обладает знаниями потому что когда невежды рождают детей получается невежественные семьи невежественные дети и очень много проблем велкам токали юга что ж не надо было дому умному мальчику проклинать царя вы же помните да эту историю как кали юга началась